Образование это залог успешного будущего. И здесь наиболее принципиальный момент не в том, какое оно выше или, например, среднее техническое. Главное, чтобы образование было, во-первых, качественное, а во-вторых, востребованное. Касательно второго пункта Минтруд озвучил список из 50 наиболее перспективных технических профессий. Составители перечня попытались спрогнозировать, какие специализации станут наиболее востребованы. На рынке труда уже в самом ближайшем будущем список получился очень разношерстным. Так никуда не исчезнет спрос на такие хорошо знакомые профессии, как повар-кондитер или, например, сварщик, здесь же слесарь и косметологи. Это те специальности, которые, как Ленин, жили-живы и будут жить. Но есть и такие профессии, что даже звучат совершенно непривычно. Например, мехатроник. Специалист очень широкого профиля в списке его компетенций и программирования, инженерные навыки. Знания электроники. Все это не академические при этом знания, а исключительно прикладные. Или вот мобильный робототехник прогнозирует спросы на операторов беспилотных летательных аппаратов. Уже, судя по одним только названиям, можно сказать, что будущее обещает быть весьма интересным. Только к нему нужно готовиться. И, несмотря на устрашающее звучание, обучать этим профессиям должны не только и не столько в ведущих технических вузах, сколько в обыкновенных городских и сельских колледжах. Другой вопрос. Готовы ли они к этому сейчас? На встрече с главой агентства стратегических инициатив, премьер-министр Дмитрий Медведев коснулся этой темы. По его словам, прежняя система профессионально-технического образования в значительной степени себя исчерпала. С этим вряд ли кто-то поспорит. Но это не повод посыпать голову пеплом, а скорее такое понимание того, что в самое ближайшее время нужно строить новую систему, иначе будет просто поздно. В качестве примера подобного позитивного мирового опыта, который уже активно осваивается у нас, можно вспомнить чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills. Это такие масштабные соревнования-профи в самых разных сферах. Для нас очень важен сам подход. Почему? Потому что мы можем использовать те методики, те принципиальные конструкции, которые уже отработаны в течение последних 50-60 лет. Мировой практики. Мы считаем эту форму очень удачной, потому что она открытая, она очень интересная, она соревновательная. И за счет этой соревновательности мы можем вовлечь много и студентов, системы профессионального образования, и школьников в этот процесс. Последний такой глобальный смотр WorldSkills Hightech 2015 прошел совсем недавно. Участвовали свыше 220 конкурсантов из 100 промышленных предприятий и почти 60 учебных заведений из 30 регионов России. Кроме того, представители Китая, Южной Кореи, Таиланда, Финляндии, Швейцарии и ЮАР. Событие для профессиональной среды действительно грандиозное, поэтому и рассмотрим его подробнее. В каких, собственно, дисциплинах проходили соревнования? Можно выделить четыре условные сферы. Первая, где участники соревновались на разного вида станках. Это фрезеровщики, токари, специалисты по работе с металлом. Вторая, где взаимодействие шло с роботами. Это, собственно, разные виды робототехники. Большой блок под условным названием компьютерной техники. Это инженерная графика, системное администрирование и тому подобное. Ну и, собственно, соревнования в лабораторных условиях. Здесь, например, химический анализ. Но это, конечно, еще не все. Это, так скажем, классический набор. Мероприятия же с прицелом на будущее. Поэтому отдельного внимания заслуживают два дополнительных блока. Первый, Junior Skills, соревнования для школьников 10-17 лет дисциплины. Частично из основного соревнования, частично эксклюзивные. Вот некоторые из них. Лазерные технологии или аэрокосмическая инженерия. Еще шесть направлений под кодовым обозначением Future Skills. Это не самые популярные, но более чем перспективные профессии. Например, управление жизненным циклом или нейропилотирование. WorldSkills – это международное движение, которое интересно ровно тем, что разные страны соревнуются. И мы видим те планки, которые ставят перед собой американцы, немцы, финны, французы, бразильцы. И понятно, что Россия… Мы же ставим задачу, чтобы Россия была конкурентной страной на глобальной арене. Поэтому нам нужно быть не хуже, а гораздо лучше. И вот, кстати, WorldSkills High Tech именно для этого. Такого формата нет нигде. Он позволяет нам надеяться, что в определенных вещах мы будем опережать наших коллег. О том, как проходили испытания, в том числе в различных, весьма экзотических дисциплинах, в нашем обзоре. Космические технологии, неземные умения и, конечно, профессии будущего. Все это WorldSkills High Tech 2015. На соревнованиях задачи не из учебника. График, как на настоящем производстве, 8 рабочих часов. Конкурсант не просто мастер на все руки, но еще и знаток современного оборудования. Химический анализ проводят с помощью компьютеризированного фотокалориметра. Детали вырезают лазером. А чтобы заработал промышленный робот, его сначала нужно запрограммировать. Соревнования по точности написания программ, разные траектории, они обходят в данном случае лабиринты, спирали и так далее. То есть они должны максимально точно повторить траекторию. Участники почти со всей России. И не только. На WorldSkills High Tech впервые конкурсанты из Китая, Финляндии, Таиланда, Швейцарии. Победитель мирового чемпионата в Германии Самуэль Хэнк признается, что у наших специалистов есть чему поучиться. Я знаю классного эксперта по моей специальности, который сейчас здесь. Максим. Мы общались с ним в Швейцарии. Он позвал меня сюда, в Россию. Это отличная возможность оказаться здесь. Я очень горд этим. Это хороший опыт, даже своего рода приключение для меня. Самые молодые участники Junior Skills ребята от 10 до 17 лет. Например, Ангелина в свои 13 уже уверенно управляет автомобилем с помощью силы мысли. Если я спокойна, робот едет вперед. А если у меня второе состояние, подсентрация, ход поворачивается влево. Никаких скидок на возраст. Качество работы проверяют опытные эксперты. На соревнованиях даже самый молодой фрезеровщик должен уметь самостоятельно написать программу, настроить станок, смоделировать и вырезать деталь. Мы давно уже этим занимаемся. У нас в школе стоят станки, когда сынок уже начинает фрезеровать деталь. Это, наверное, самое интересное, потому что очень гордость переполняет тебя. Ты понимаешь, что ты сам сделал эту деталь. WorldSkills соревнования не только профессий, но и изобретений. На презентационной площадке настоящий парад инноваций. Можно запустить в космос ракету, поуправлять коптером, стать водителем КАМАЗа, провести научный эксперимент и даже подружиться с роботом из Екатеринбурга. А вот это видео снято с помощью мини-автомобиля, работающего на водороде. Из баллона газ поступает в специальную турбину, которая преобразует его в электричество. Топливо, которое уже конкурирует с бензином и дизелем. На выставке инноваций все можно рассмотреть, потрогать своими руками, прикоснуться к технологиям будущего. Главный приз чемпионата в Екатеринбурге получил 27-летний электросварщик 6-го разряда из Волгодонска, Ростовской области, Александр Дуймамет. Конкурсант набрал наибольшее количество баллов в общем зачете соревнования. 579, то есть выполнил все задания на отлично. Александр потомственный сварщик, как и его отец, работает на предприятии Росатом уже около 7 лет. Теперь он получил еще и звание мастер развития промышленности. И приятный бонус в виде 1 миллиона рублей. Такой неплохой пример того, что успешным можно стать и без академического образования. Главное быть специалистом в своем деле. У нас одна и та же задача по всем странам мира. В каждой стране родители хотят дать детям академическое образование. В Германии, правда, нам повезло чуть больше, потому что профессиональное образование считается у нас приемлемым. У нас нет большого социального разрыва. WorldSkills может помочь сделать рабочие профессии более привлекательными. Мы работаем над этим, создаем молодых героев. Студенты восхищаются ими, хотят стать такими же, как они, сварщиками или инженерами. WorldSkills показывает, как прекрасны эти профессии. Мероприятия, подобные WorldSkills, должны помочь окончательно сломать стереотипы рабочих профессий. В свое время по этому пути шла Европа. Россия также приобщилась к этому движению. Сегодня мировой чемпионат по профмастерству WorldSkills International. Это как олимпиада, только в сфере рабочих профессий. В августе этого года стало известно, что очередной мировой чемпионат WorldSkills 2019, он проходит каждые два года, состоится у нас в России, в Казани. Конкуренты у столицы Татарстана были весьма серьезные. Париж и Шар-Леруа. Но с минимальным преимуществом Казань все-таки вырвала победу. Теперь вовсю идет подготовка. В частности, строительство будущего дома соревнований WorldSkills Competition Arena. Это комплекс, который станет главной соревновательной площадкой. Но не только. Также здесь планируется разместить выставочный центр, конгресс-холл, плюс отель, в котором смогут разместиться гости и участники соревнований. Масштаб и размах уже на стадии подготовки наглядно демонстрируют, какое внимание уделяется этому событию. Но, кстати, подготовка – это не только строительство различных объектов. Вырастить достойных специалистов – вот главная задача. Понятно, что чемпионат – не самоцель, но, как минимум, неплохой для этого стимул. Готовить будущих мастеров планируют в так называемых технопарках. Это такое специализированное учреждение, где будут собраны все самые современные образцы техники и тренажеры. Для чего, как и чему будут учить, мы узнали у разработчиков этого проекта. У нас достаточно интересный подход к системе образования детей. Я бы назвала его скорее просвещением, нежели образованием или воспитанием, поскольку мы смотрим и весь наш образовательный процесс на цели даже не на завтра, а на послезавтра. Те амбициозные цели, которые поставлены национально-технологическая инициатива, а именно передовое мировое лидерство Российской Федерации в ключевых технологических отраслях к 2035 году ОСТРО будет нуждаться и уже сегодня нуждается в тех людях, не которые будут обслуживать эти прогрессивные технологии, а которые их создадут. А, соответственно, необходимо уже сегодня создать среду, когда дети будут не то что знать, что такое технологии, а будут уметь создавать новое знание. Пока в России таких масштабных центров еще нет, но скоро они должны появиться. Первый детский технопарк «Кванториум» откроется в Ханты-Мансийском автономном округе всего же в 2016 году. То есть в следующем году заработает еще не менее 14 подобных парков. География обширная. Здесь и Москва, Московская область, Новосибирская область, Алтайский край и Республика Татарстан. Планируется, что обучаться в таких технопарках смогут более 40 тысяч детей от 5 до 18 лет. На прошлом мировом смотре профессионалов Россия заняла последнее 41 место. Вряд ли это говорит о том, что работать мы не умеем. Скорее речь о несовершенстве системы подготовки. Необходима именно такая модернизация уроков труда, а чтобы наши профессионалы полностью отвечали духу времени.